Врачи обнаружили дальнозоркость и врождённое косоглазие уже где-то, когда мне было полгода. Косоглазие передалось мне по маме с родов самих, поэтому всю жизнь я ходил в очках. И я помню, что я в садике был в очках, в школе ходил в очках, в институте, и очки практически никогда не снимал. Зрение у меня было плоховатое. Я, как в последнее время по диагнозам, помню, правый глаз был 4,5+, левый плюс 5. Обычно без очков я находиться практически не мог, потому что если я снимал очки, хотя бы несколько часов проходил, то у меня начинали сильно болеть глаза и слезиться. Без очков я находился только тогда, когда ложился спать, либо когда принимал душ. И читал я в очках, и писал в очках, и в принципе всё время в школе, в институте сидел на первых партах, потому что плохо видел. Он чувствовал себя неполноценным. Я просто с самого детства по себе сам маленький всегда был, низкого роста, худенький, в очках, и очень комплексовал по этому поводу. Это настолько приелось мне, я уже настолько привык к этому, что уже не мог ходить без очков, уже в принципе считал это как частью себя. С самого детства я посещал разных врачей, окулистов, проходил всякие практики для восстановления зрения. Ну, в принципе, ничего не помогало, что бы я ни делал, как бы там, не ел морковку, не тренировал зрение какими-то методиками. Ничего не помогало, в принципе, зрение не улучшалось. В 2013 году в институте я общался со своим бывшим одноклассником. И он рассказал мне о церкви «Новое поколение», он предложил мне прийти на домашнюю группу. Как бы мне всё понравилось, мне понравилось общение, мне понравилось то, что я могу пообщаться с людьми, поговорить на общие темы. И потом как-то меня пригласили на служение уже. Сказали, что у нас от церквенного поколения проводится служение в санатории Кирова, приходи, то есть будут рады видеть. Я пришёл, мне очень понравилось слово пастора, я понял, что действительно пастор говорит о здравых вещах. Меня это очень заинтересовало, вдохновило, я понял, что вот это моё, это то, чего мне не хватало в жизни. В сентябре 2014 года я услышал о том, что в Харькове будет проходить конференция «Помазание» с апостолом Альваресом. На конференции «Помазание» было настолько мощное присутствие, что так вышло, что я во всём этом Божьем присутствии опоздал на поезд. Подойдя к пастору, пастор предложил мне поехать в Першатравенск на три дня. Мне разрешили все эти три дня находиться здесь, на миссионерской школе, слушать учения. И меня здесь настолько всё вдохновило, и сам гордок, мне понравился христианский, что я получил откровение, что мне нужно поехать обязательно на Библейский колледж. В итоге Бог усмотрел финансы для меня, и я собрал необходимую сумму для оплаты Библейского колледжа, это 150 долларов, также 2000 гривен для оплаты проживания и нахождения здесь. Перед началом обучения в Библейском колледже в 2015 году я также находился на учении в институте, в магистратуре, на очном обучении. Поэтому, чтобы сюда приехать, мне нужно было договориться с дирекцией, чтобы меня отпустили на три месяца. Я молился за решение этой ситуации, и я был даже готов бросить учёбу ради того, чтобы поехать на этот Библейский колледж. Я договорился сначала с одним директором, а его уволили. Получается, пришла новая женщина, она вообще не знала обо мне. Я тянул, тянул, и за день уже до отъезда, когда я уже решил, что мне нужно уезжать, уже собирал сумки, уже. И, получается, меня вызвали в институт. Когда я пришёл к директору, заявил, говорю, что я 100% поеду, что это моё решение, что уже билеты куплены. Когда я сказал, что я еду на Библейский колледж, он изменился в лице, он сразу поменял своё мнение. И, в общем, он меня благословил, пожал руку и сказал, с Богом езжай. И на Библейском колледже я начал задумываться об исцелении своего зрения. Поэтому я начал молиться, писать записки в нуждах о том, чтобы Бог меня исцелил. В Библейском колледже я в первый раз взял пост для себя, так как для меня это было проблематично и довольно тяжело. В один прекрасный день, спустя пять дней после поста, у нас проходило служение с прославлением и поклонением с Вадимом Савиным. В этот день служение было нестандартное, мы полтора часа прославляли Господа, молились и поклонялись. И во время поклонения Вадим Савин начал пророчествовать и говорит, что сейчас кого-то Бог исцеляет от гепатита С, потом говорит, что сейчас Бог исцеляет кого-то от порока сердца. И я начал молиться и говорю, Господь, исцели моё зрение. И как только я произнёс эту фразу, буквально через несколько секунд Вадим Савин пророчествует, говорит, что сейчас Бог исцеляет чьё-то зрение. В этот момент я подумал, что это просто не может быть совпадение, что это явно Бог говорит мне. И дальше Вадим говорит, снимай очки, за тебя много молились, может быть даже ты сейчас не веришь, но Бог тебя исцеляет. И в этот момент я почувствовал сильное присутствие Божие, меня начало трусить буквально всего, потекли слёзы с глаз. И я почувствовал действительно прикосновение Божие, понимаю, что Бог меня исцеляет в этот момент. И я в этот момент снимаю очки, бросаю их и начинаю молиться, поклоняться Господу, благодарить Его за это исцеление. И после поклонения я пошёл умыть свои глаза. После этого я заметил, что стал как-то более лучше видеть, более ярче, но зрение 100% не исцелилось. И на протяжении всей недели следующей у меня была борьба, и я то одевал очки, то снимал, старался писать, читать без очков. Меня поддерживал постоянно один брат, который говорил мне, пока ты не снимешь очки, ты не получишь исцеление полностью. И в один прекрасный момент я задумался об этом. После этого я понял, что Бог меня исцелил, и мне нужно стоять в вере, стоять на этом слове пророческом, который Бог провозгласил в мою жизнь. И быть уверенным, что моё зрение 100% и что я исцелён. Я начал ходить без очков, начал читать, писать без очков. И я уже понимал, что со временем моё зрение восстанавливается. Всю свою жизнь я проходил в очках, и здесь, на Библейском колледже, в 21 год я впервые снял очки. И сейчас я чувствую себя абсолютно по-другому. Даже смотря фотографии прошлых, где я постоянно ходил в очках, я уже не узнаю себя прошлого и чувствую себя абсолютно другим. Я очень благодарен Церкви Новое Поколение за то, что я здесь нашёл себя, я нашёл общение с живым Богом. И Бог полностью восстановил моё зрение, исцелил меня от дальнозоркости и косоглазия. И я теперь полноценный здоровый человек. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова